Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве в 1799 году, и в залах нашего музея представлена целая серия гравюр с видами старой Москвы. О Москве своего детства Пушкин неоднократно писал «Края Москвы, края родные, где на заре цветущих лет часы беспечности отратил золотые, не зная горести и бед». Семья Пушкиных очень часто переезжала, меняя жилье, различные адреса, и отчасти причиной этому была охота к перемене мест, которые владела матерью Пушкина Надеждой Осиповной. Ее портрет представлен на туалетном столике. В числе предков Пушкина известен его двоюродный дед Иван Абрамович Ганнибал. Генерал-аншеф служил на море и участвовал в многочисленных русско-турецких войнах второй половины XVIII столетия, а в 1770 году участвовал при взятии крепости Наварин. Пушкин гордился своим предкам и посвящал ему стихи «Пред кем средь Чесминских пучин громада кораблей вспылала и пал впервые Наварин». В зале представлен портрет отца Пушкина Сергея Львовича Пушкина. Он расположен в центре. История рода Пушкиных достаточно древняя и к моменту рождения Александра Сергеевича насчитывала уже 600-летнюю историю. Родословное древо Пушкина говорит о древности происхождения этого рода. Первое имя, которое можно прочитать в нем – имя Радша. Пушкин считал, что именно он стал основателем рода Пушкиных в России, приехав в Московское княжество еще в XIII столетии на службу к Александру Невскому. О своем предке Пушкин писал «Мой предок Радша мышцей браной святому Невскому служил». В числе потомков Радша был некто Григорий, который получил прозвище Пушка. И именно благодаря этому прозвищу появилась в России фамилия Пушкиных. Отец Пушкина Сергей Львович страстно увлекался литературой. В его доме была собрана прекрасная библиотека в коллекции, в которой были книги как на русском языке, так и на иностранных языках. Сергей Львович очень любил творчество Мольера, сам был очень артистичен и прекрасно декламировал произведения французских поэтов. Сергей Львович сам увлекался стихосложением, но к славе был совершенно равнодушным человеком. Стихи свои не печатал ни в каких литературных журналах, зато охотно ими делился со своими гостями, которых принимал в доме. В числе гостей в семье Пушкиных часто бывали Николай Михайлович Карамзин, Василий Андреевич Жуковский. Беседы поэтов мог слышать юный Александр Пушкин, у которого с детских лет появилась любовь к литературе и к чтению. Младший брат Пушкина, Левушка, вспоминал, что Александр порой пренебрегал режимом дня и мог вместо того, чтобы вовремя лечь спать, отправиться в кабинет к своему отцу и просидеть там до утра, зачитываясь книгами из библиотеки своего отца. В собрании музея находится уникальный экспонат «Портрет маленького Пушкина». Принято считать, что на этом портрете будущий поэт изображен в возрасте, когда ему было два с половиной или три годика, и написал этот портрет друг семьи Пушкиных, художник и литератор, француз, граф Ксавье де Местер. Здесь же, рядом с портретом Пушкина, представлены старинные книги. Такие книги мог читать Пушкин в детстве, располагая библиотекой своего отца. Книги, представленные в зале, на французском языке, что подсказывает нам о том, что Пушкин прекрасно владел иностранным языком, а в возрасте 8-9 лет уже свободно читал книги на иностранном языке. Увлечение Пушкина французской литературой не иссякало и в лицейские годы. Не случайно от своих друзей Пушкин получил прозвище «Француз», как раз за прекрасное владение французским языком и блистательное знание французской литературы. На лето семья Пушкиных уезжала в свое подмосковное имение. Бабушке будущего поэта Марии Алексеевне недалеко от старинного подмосковного города Звениград принадлежало имение Захарова. Там-то семья Пушкиных обычно проводила летние месяцы. И очень часто Александр Пушкин, его старшая сестра Ольга и младший брат Левушка оказывались на попечении няни Арины Родионовны. Арина Родионовна была прекрасной рассказчица. Ее язык пристрел пословицами, поговорками. Она мастерски рассказывала сказки, которыми заслышивался маленький Пушкин. И вот эти детские впечатления, безусловно, оказали влияние на формирование творческой фантазии Александра Сергеевича. И не случайно сам он потом, вспоминая детские годы, писал «Ах, умолчуль о мамушке моей, о прелести таинственных ночей, когда в чипце, в старинном одеянии. Она духов молитвой уклоня, с усердием перекрестит меня и шепотом рассказывать мне станет о мертвецах, о подвигах бавы. От ужаса не шелохнусь бывало, едва дышу, прижмусь под одеяло, не чувствуя ни ног, ни головы». И вот уже будучи взрослым человеком, когда в 1824 году Пушкин вынужден был по особому указу императора жить не в Москве, не в Петербурге, а в далеком селе, в Михайловском. В то же самое время в Михайловском жила и няня Арина Родионовна. Тогда-то Пушкиным и были записаны некоторые сюжеты сказок со слов няни. В образе мамушки для Пушкина соединились вместе образ няни Арины Родионовны и бабушки Марии Алексеевны Ганнибал. Мария Алексеевна, так же, как и няня, была прекрасной рассказчицей, но только внуком своим рассказывала не сказки, а предания своего древнего старинного рода. И вот маленький Пушкин, слушаясь рассказа своей бабушки, стал осознавать то, что история его предков тесно переплетается с историей России. Царско-сельский императорский лицей был открыт в России в 1811 году. Туда и поступил 12-летний Пушкин. Учебное заведение с таким названием появилось впервые. Для многих современников поэта оно было по-настоящему удивительным. Тогда еще не все знали о Ликее, пригороде Афин, где известный древнегреческий философ Аристотель преподавал, общаясь со своими учениками. Отчасти Пушкинский лицей наследовал традиции того древнегреческого учебного заведения. Лицей расположился в специальном флигеле, примыкающем к Екатерининскому дворцу Царского села. Виды Царского села, прекрасные сады и парки, атмосферу красоты, которая окружала Пушкина в юношеские годы, можно представить, взглянув на гравюры в зале нашего музея. В свободное от уроков время лицеисты могли прогуливаться по паркам Царского села. У каждого появилось свое любимое местечко, где можно было провести время, читать книги, писать письма своим друзьям или родителям. А Пушкин очень часто убегал в отдаленные уголки Царско-сельского парка сочинять стихи. И в одном из своих стихотворений в дальнейшем говорил «В те дни в таинственных долинах, Весной при кликах лебединых, Блесвод сиявши в тишине, Являться муза стала мне». Во время учебы в Царско-сельском императорском лицее Пушкина было написано уже около более 120 стихотворений в различных жанрах. Стоит иметь в виду, что XIX столетие – это эпоха всеобщего увлечения литературой. И кроме самого Александра Пушкина в лицее многие ученики увлекались или поэтическими сочинениями, или переводами. В числе них, например, друзья Пушкина Антон Дельвик и Вильгень Кухельбекер. Некогда на французском языке Пушкин написал стихотворение «Мой портрет». Там есть следующие строки. «У меня свежий цвет лица, русые волосы, кудрявая голова». Это поэтический портрет Пушкина, а вот настоящий, где Александр Сергеевич Пушкин представлен в возрасте 13-14 лет, то есть то самое время, когда он был учеником лицея. Так как увлечение литературой в лицее было всеобщим, лицейсты стали издавать рукописные журналы. Брали тетрадь, придумывали названия, например, «Неопытное перо» или «Лицейский мудрец», вписывали туда свои стихотворения, друг на друга писали критические статьи, туда же помещали карикатуры. Некоторые листы из таких лицейских журналов также представлены в наших витринах. Лицей был утвержден по особому указу императора Александра I, и целью его было образование юношества, особенно предназначенного к важным частям службы государственной. Иначе говоря, выпускники лицея должны были поступить по его окончании на государственную службу, при этом могли самостоятельно выбрать, какой она будет, будет ли эта служба гражданской или будет она военной. На первый курс обучения в лицее было принято 30 мальчиков знатного происхождения из дворянских, но чаще всего обедневших семей. В лицее был разработан особый распорядок дня, лицеисты просыпались в 6 утра, день начинался с молитвы, в 7 часов утра начинались занятия, которые длились на протяжении целого дня, прерываясь на утренний чай, обед, ужин и прогулки по царско-сельскому парку. Большое значение в жизни юного поэта имел переводной лицейский экзамен, когда ученики переходили с младшего курса на старший. На этот экзамен был приглашен известнейший поэт, той поры Гаврил Романович Державин. Лицеисты с нетерпением ожидали его приезда в царское село. Державин был достаточно пожилым, и во время экзамена он то дремал, то разглядывал портреты, не очень следя за тем, что на экзамене происходило. И только в тот момент, когда на экзамене выступил Пушкин со своим стихотворением «Воспоминания в царском селе», Державин как будто бы очнулся от своего полусна и весь превратился во внимание. Сам Пушкин на экзамене очень волновался и впоследствии в своем дневнике записал. Голос мой дрожал от волнения, а сердце билось в упоительном восторге. Закончив читать стихи, Пушкин, не справившись с волнением, сбежал из актового зала, где проходил экзамен, и спрятался в одной из лицейских комнат. Державин после экзамена же попросил, чтобы к нему привезли молодого поэта, он хотел поздравить юное дарование, но, как записал Пушкин в своем дневнике, в тот день меня искали, но не нашли. Отголоски этих же событий можно обнаружить в романе Пушкина Евгений Онегин, где он пишет следующее «Старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил». В следующем, в 1816 году Державина уже не стало. Плицей, как учебное заведение уникальное, привлекало к себе много замечательных личностей. В лицей бывал Николай Михайлович Карамзин, который, как считается, при знакомстве с Пушкиным сказал «Пари, как орел, но не останавливайся в полете». И Василий Андрей Джуковский, который после более близкого знакомства с юным поэтом написал в письме своему другу «Я сегодня сделал прекрасное знакомство с нашим молодым чудотворцем Пушкиным. Нам нужно объединиться, чтобы помочь вырасти этому гиганту. Тогда он всех нас перерастет». Портреты Василия Андреевича Жуковского и Николая Михайловича Карамзина представлены в экспозиции зала. В окончании лицея Пушкин достаточно продолжительное время жил в Санкт-Петербурге и служил в Министерстве иностранных дел. Это было время, когда Пушкин погрузился в вихрь светской жизни. Многие его лицейские друзья и, например, Иван Пущин даже опасались, что Пушкин забросит свое талантливое перо. И немногие тогда догадывались о том, что Пушкин получает уникальный опыт, который впоследствии найдет отражение в некоторых его произведениях и прежде всего в первой главе романа Евгении Онегина. Круг светских знакомых Пушкина расширился. Он был частым и желанным гостем на столичных балах. Часто посещал Большой каменный театр в Петербурге. Сам Пушкин был почетным гражданином кулис и поклонником игры актрисы Екатерины Семеновой и балерины Авдотьи Истоминой, чьи портреты представлены на нашей экспозиции. Живя в Петербурге, Пушкин завершает написание поэмы «Руслан и Людмила», первое издание которой представлено в витрине. Когда поэма была издана, Пушкин получил в подарок от своего друга, известного поэта Василия Андреевича Жуковского, его портрет с надписью «Победители ученику от побежденного учителя» в тот великоторжественный день, когда он завершил свою поэму «Руслан и Людмила». Марта 26, 1820 год, Великая пятница. Известный критик Белинский впоследствии о поэме «Руслан и Людмила» сказал все вне иного – и стихи, и шутка, и сказочный сюжет, и серьезные картины. Поэма «Руслана и Людмила» была чрезвычайно популярна, и вскоре по ней был поставлен балет в Большом Каменном театре в Петербурге. Живя в Петербурге, Пушкин познакомился с будущими декабристами и под влияние общения с ними писал свои вольнолюбивые стихи. Когда об их существовании стало известно императору Александру I, во время прогулки по Царско-сельскому парку, беседуя с директором лицея Егором Антоновичем Энгельгардом, император сказал следующее. «Пушкин наводнил Россию возмутительными стихами, его нужно сослать на Соловки или в Сибирь». И вот благодаря заступничеству за Пушкина его друзей, в числе которых были и Николай Михайлович Карамзин, и Василий Андреевич Жуковский, ссылка Пушкина была заменена служебным переводом на юг, когда Пушкин служил в Кишиневе, а затем в Одессе. Знакомство Пушкина с Южной губернией началось благодаря совместному путешествию с семьей генерала Раевского, благодаря которому Пушкин побывал на Кавказе и в Крыму. Это было время, когда Пушкин увлекался творчеством Байрона. Вдохновляясь преданиями и природой Южного края, в этот период он создает свои романтические поэмы. В этот период из-под пера Пушкина выходят его поэмы «Кавказский пленник, братья-разбойники, цыганы». Издания этих поэм представлены в витринах нашего музея. В 1824 году Пушкин был уволен со службы на юге и переведен в ссылку в Михайловское. А я от милых южных дам, от жирных устриц черноморских, от оперы, от темных лож и, слава богу, от вельмож, уехал в сень лесов Тригорских, в далекий северный уезд, и был печален мой приезд. На старинной гравюре представлен вид сельца Михайловского. Именно здесь Пушкин провел одиноким изгнанником целых два года. Жил он здесь на особых условиях, никто к Пушкину не мог приехать и сам он не мог покинуть Михайловское. И невзирая на все эти строгие запреты, несколько удивительных встреч ожидало Пушкина здесь. В самом начале января 1825 года на двор Михайловского дома приехала коляска, из которой вышел лицейский товарищ Иван Пущин. 19 часов подряд два товарища беседовали, вспоминали о том, как учились в лицее, мечтали о будущем, и Пушкин, конечно же, читал своему другу недавно сочиненные произведения. Два друга тогда даже не подозревали о том, что встреча окажется последней. Пройдет чуть меньше года, и Иван Пущин выступит в составе других декабристов на Сенатской площади и будет приговорен к высшей мере наказания, к смертной казни, которая впоследствии для него будет заменена на пожизненную ссылку в Сибирь. Вскоре после отъезда друга из Михайловского Пушкин сочинил стихи «Мой первый друг, мой друг бесценный, и я судьбу благословил, когда мой двор уединенный печальным снегом занесенный, твой колокольчик огласил». Эти стихи Пушкина, переписанные неизвестной рукой, Иван Пущин получил, приехав в ссылку в город Читу, от супруги декабриста Александрины Муравьевой. Около недели у Пушкина в Михайловском провел Антон Дельвик. Об этом времени Пушкин говорил «Дельвигова неделя». Дельвик, как никто из современников поэта, его друзей, чувствовал талант Пушкина и говорил о нем «Пушкин и в лесах не укроется, лира выдаст его громким пением». Когда Дельвик только собирался приехать к Пушкину в Михайловское, он уже успел познакомиться с первыми главами романа Евгений Онегин и писал об этом поэту в письме. «Эта прелесть у меня постоянно в руках, жду с нетерпением читать продолжение». И заканчивал Дельвик письмо удивительными строками. «Целую крылья твоего гения, радость моя». Такое трогательное, нежное отношение друг к другу характеризует дружбу Пушкина и Дельвига. По инициативе лицейского другу Пушкина Антона Дельвига был создан самый известный портрет Пушкина, написанный кистью художника Ареста Адамовича Кипренского. Оригинальный портрет находится в Третьяковской галерее. В нашем музее располагается копия с этого портрета, выполненная художником Николаем Николаевичем Ге во второй половине XIX столетия. Настоящий портрет Пушкин видел и некоторое время был его владельцем. Не оставшись равнодушным к созданию художника, Пушкин посвятил ему поэтические строки. «Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит». А в этом портрете отец Пушкина говорил, что это лучший портрет моего сына. Роман Евгений Онегин Пушкин считал своим любимым детищем и даже почитал, сколько времени ушло на его создание. Получилось ни много ни мало – 7 лет, 4 месяца, 16 дней. Кропотливого труда для того, чтобы у нас, у читателей, создалось впечатление удивительной легкости Онегинской строфы. Мы имеем уникальную возможность прочитать роман Евгения Онегина целиком, в то время как современники Пушкина такой возможности не имели. В течение продолжительного времени роман издавался по главам, и в витрине мы можем увидеть издание первой главы романа. Критик Белинский неслучайно назвал роман Пушкина энциклопедией русской жизни. Если бы даже существовало только несколько глав романа, мы бы уже могли многое знать о Пушкинской эпохе. Неслучайно один из друзей Пушкина говорил о том, что Евгений Онегин будет карманным зеркалом столичной молодежи. В зале, который посвящен роману Евгений Онегин, находятся стеклянные витрины, в которых представлены вещи Пушкинской эпохи, которые могли бы послужить бытовым комментариям к главам романа. И, вглядываясь их, как сквозь магический кристалл, мы тоже можем представить эпоху первой трети девятнадцатого столетия. В первой главе романа описана светская жизнь Евгения Онегин. Вот мой Онегин на свободе, острижен по последней моде, как Дэнди лондонский одет, он, наконец, увидел свет. Некоторые предметы, которые позволят нам почувствовать атмосферу бала Пушкинской поры, представлены у нас в витрине. Здесь находятся старинные дамские бальные туфельки, принадлежавшие светской знакомой Пушкина Анне Олениной. Чуть ниже два любопытных предмета. Порт-де-букет или бутоньерка, специальное приспособление, где был резервуар для воды, в который вставлялись маленькие букетики живых цветов. Приколов такую бутоньерку на корсаж-платье, барышня могла украсить свой наряд живыми цветами. Здесь же рядышком расположена книжечка для росписи бальных танцев, сделанная из слоновой кости. По документам, с которыми эта книжечка пришла к нам в музей, известно, что она принадлежала когда-то Анне Петровне Керн, той самой, которой Пушкин посвятил стихи «Я помню чудное мгновение». В витрине представлены дамские альбомчики как приметы пушкинской поры. Мода на них пришла в Россию из Европы и очень полюбилась русским барышням. Друзья, приходящие к барышне в гости, могли поучаствовать в заполнении страниц такого альбома. С альбомом было связано множество примет. Считалось, что на первой странице альбома лучше не писать, иначе с человеком, сделавшим это, в какой-то момент времени может случиться несчастье. Сам Пушкин говорил, в такой альбом, мои друзья, признаться, рад писать и я. Здесь непременно вы найдете два сердца, факелы, цветки. Здесь верно клятву вы прочтете в любви до грубовой доски. Память сердца, любовь, дружба. Вот что составляло содержание такого альбомчика. В сентябре 1826 года в сопровождении фельдъегеря Пушкин был перевезен из Михайловского в Москву, где в Кремле состоялся разговор с только что вступившим на престол императором Николаем Первым, чей портрет представлен в зале. Судя по всему, во время этой беседы Николай Первый объявил Пушкина о том, что он теперь может жить свободно, где пожелать, в Москве или Санкт-Петербурге. Сам Николай Первый вызвался быть цензором произведения Пушкина. После этого знаменательного разговора на одном из балов, который был устроен в Москве в честь коронационных торжеств по случаю вступления на престол Николая Первого, император сказал, что сегодня он беседовал с умнейшим человеком России, имея в виду Пушкина. Возвращение Пушкина из Михайловской ссылки было для него настоящим триумфом. И говорили, что Москва только что короновала своего императора, теперь она коронует своего поэта. Приехав в Москву, Пушкин оказался в центре литературной жизни первопрестольной столицы. И несколько раз был в гостях в известном литературном салоне, который принадлежал княгине Зинаиде Александровне Волконской. Она жила в доме на Тверской. Портрет Зинаиды Волконской представлен в экспозиции нашего музея. Зинаида Волконская была чрезвычайно одарена, обладала уникальным голосом, увлекалась музыкой, историей, конечно же, литературой. Сам Пушкин восхищался талантами Зинаиды Волконской и посвящал ей прекрасные стихи. «Царица мус и красоты, рукой нежно держишь ты волшебный скипетр вдохновений, и над задумчивым чулом, двойным увенчанным венком, и вьется, и пылает гений». В зале представлены портрет Александра Сергеевича Пушкина и портрет Натальи Николаевны, невесты, а затем и жены поэта. На этом портрете она запечатлена в том бальном платье, и точно с такой уже прической именно так она выглядела в тот вечер, когда Пушкин увидел ее впервые. Точная дата встречи Пушкина и Натальи Николаевны неизвестна. Скорее всего, это были последние числа декабря 1828 года или первые числа января следующего 1829 года. Это были московские рождественские балы. Вспоминая первую встречу, Пушкин говорил, увидев Наталью Николаевну впервые, голова моя закружилась, я ее полюбил и вскоре сделал ей предложение. Предложение Пушкин делал дважды. На первое предложение получил полуотказ от родителей невесты. Они сочли ее достаточно юной для того, чтобы вступать в брак. И по прошествии почти что года Пушкин сделал Наталье Николаевне второе предложение, на которое получил согласие родителей невесты. Еще невесте Наталье Николаевне Пушкин посвятил сонет Мадонна, издание которого представлено на столике. И в нем есть прекрасные строки. «Творец тебя мне не спасал, тебя, моя Мадонна, чистейшей прелести, чистейший образец». Но стоит отметить, что, безусловно, Пушкина восхищали не только прекрасную внешность Натальи Николаевны, но и удивительные аристократические манеры и душевные качества. И вот уже Наталье Николаевне жене в одном из писем Пушкин писал «Гляделась ли ты в зеркало и уверилась ли ты, что с лицом твоим ничего нельзя сравнить на свете, а душу твою я и люблю еще более лица твоего». Несмотря на то, что предложение Пушкина было принято, тем не менее свадьба достаточно долго откладывалась. И одна из причин заключалась в том, что семья Гончаровых была разорена, и у них не было денег на приданная невеста Наталья Николаевна, без которого мать невесты, будущая теща Пушкина, не хотела выдавать свою дочь замуж. Решение этого вопроса взял на себя сам Пушкин. Обратился к отцу с просьбой заложить одну из деревень в селе Болдино. По этой причине осенью 1830 года Пушкин отправляется в Нижегородскую губернию в село Болдино, откуда надеялся вернуться по прошествии двух недель в Москву к своей невесте. Но тогда в России началась страшная эпидемия холеры. Болезнь уносила много жизни, и чтобы предотвратить распространение эпидемии, на дорогах были поставлены карантины, что мешало Пушкину выехать из Болдино в Москву. Пушкин, по его собственному выражению, застрял в Болдино на целую осень. Это было любимое время года поэта о болдинской осени. Он говорил, дождь, снег, по колено грязь, соседей в округе никого, езди верхом сколько вздумаешь, пиши дома сколько хочешь, никто тебе не помешает. И Пушкин писал очень много и очень вдохновенно. За непродолжительное количество времени Пушкиным было написано достаточно много произведений, в их числе несколько поэм, был завершен роман Евгений Онегин, были написаны драматические произведения, готовые для постановки на сцене, это маленькие трагедии. А кроме всего прочего, Пушкин впервые приходит в прозе и пишет повести покойного Ивана Петровича Белкина. По окончанию осени Пушкин смог вернуться в Москву, где его ждала невеста. Свадьба составилась 18 февраля 1831 года в храме Большое Вознесение, что у Никитских ворот. Во вторую Болдинскую осень в 1833 году Пушкин работал над созданием исторического труда истории Пугачевского бунта и вместе с тем создавал повесть «Пиковая дама» и поэму «Медный всадник». В жизни Пушкина была опубликована только первая часть поэмы, где он прославляет столицу, деяния Петра, «Красуйся, град Петров и стой, неколебима, как Россия, да усмириться же с тобой и побежденная стихия». Стихия, наводнение уносит надежду на счастье героя поэмы Евгения, обычного человека, жителя столичного Петербурга. На гравюре запечатлено самое сильное наводнение, произошедшее в Петербурге во времена Александра Сергеевича Пушкина. Оно произошло в ноябре 1824 года. Разглядывая рукописи Пушкина к поэме «Медный всадник», можно обнаружить очень любопытный портрет. Это портрет Натальи Николаевны, выполненный рукой поэта. И, как утверждают специалисты, это один из самых чувственных и проникновенных портретов Натальи Николаевны, выполненных рукой Пушкина. В 1834 году вышла в свет история Пугачевского бунта, исторический труд Пушкина, которому он посвятил много времени. В 1834 году вышла в свет история Пугачевского бунта, единственный законченный исторический труд Пушкина, которому отдано было много сил и времени. В процессе подготовки и сбора материалов Пушкин работал не только в архивах Москвы, но и предпринял путешествие по местам Пугачевского бунта. Побывал в Нижегородской губернии, в Казани, Оренбурге, Уральске. Осмыслив исторические факты, Пушкин вернулся к замыслу художественного романа, связанного с эпохой Пугачевского восстания. Роман «Капитанская дочка» был завершен Пушкиным в 1836 году. В рукописи стоит дата окончания – 19 октября. Для Пушкина эта дата имела особое значение, напоминая об открытии царско-сельского императорского лицея. Впервые роман «Капитанская дочка» был опубликован в журнале «Современник», который издавал и которым так гордился Пушкин. В витрине можно увидеть это издание. «Капитанская дочка» считается последней при жизни публикации Пушкина. Можно считать, что «Капитанская дочка» стала первым русским историческим романом европейского значения. Много отзывов об этом произведении Пушкина оставили его современники, и в том числе Николай Васильевич Гоголь, который о романе сказал. Впервые были показаны настоящие русские характеры, бестолковщина времени и простое величие простых людей. В витринах последнего зала нашего музея представлены точно такие же книги, которые находились в библиотеке Пушкина. И теперь, соответственно, представлены экспозиции музея Пушкина в Петербурге на Мойке 12. Один из ценнейших экспонатов музея Пушкина на Причистенке – это подлинное перо поэта. Пушкин не любил писать новыми большими красивыми перьями, верхнюю часть пера отрезал и писал, собственно, то, чем оставалось. Еще лицейские друзья Пушкина говорили, что Пушкин у нас пишет какими-то оглотками, которые с трудом-то и в руке можно удержать. Это перо прикреплено сургучной печатью к листку бумаги, на котором написано, что взятое это перо со стола Пушкина после его смерти. И, скорее всего, именно этим пером Пушкин писал последнее в своей жизни письмо, адресованное писательнице Ольге Ишимовой, которой он предлагал сотрудничать в журнале «Современник». Это письмо было написано утром в день дуэли 27 января 1837 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова